всем привет дорогие фрилансеры и наконец-то обещанное видео о том как работать с биржей фриланса people per hour и не просто видео а пошаговая инструкция в этом видео получаем заказ выполняем и я отвечаю по ходу на все ваши вопросы о том как отправлять предложение о том как работать с этими депозитами инвойсами как выводить заработанные деньги потому что до платформа people per hour не совсем интуитивная к сожалению но сейчас мы все разберем и вы увидите как все просто сначала давайте быстренько проговорим основные моменты которые способствуют вашему успеху на сайте people per hour биржа несколько меньше по размерам чем upwork и файвер поэтому и объем работы количество поступаемых проектов на сайте ниже на конкуренции ниже поэтому заходите на платформу раз в день и проверяйте какие есть новые проекты когда вы отправляете вашу заявку отправляйте заявку только на те проекты которые соответствуют вашим навыкам не отправляете лишь бы отправить у вас есть определенное количество 15 пропозал в месяц что вы можете отправлять отправляйте их целенаправленно и как я уже говорил многих своих видео не пишите под копирку не используйте шаблоны когда вы отправляете заявки а пишите более персонифицированно и тогда вероятность того что на вашу заявку откликнуться будет намного выше для этого видео я зашла на сайт выбрала буквально два проекта и увидим сейчас что из этого вышло пройдем с вами пошагово весь процесс до вывода денег и тогда надеюсь вопросов у вас больше не останется а если останутся оставляйте их комментариях переходим на сайт people per hour вверху мы видим search поиск есть варианты для заказчиков search offers search freelancers наш интересует search project поиск по проектам если вы присмотритесь ниже написано to quote on если вы не знаете эту терминологию я вам настоятельно рекомендую посмотреть у меня записано видео об этих терминах чтобы вам было проще находить свой путь навицировать все эти сайты биржи потому что есть своя терминология и здесь все project вводим ваши навыки в моем случае это google с выводите то что соответствует вашим навыкам и еще раз делаю акцент подавайтесь только на те проекты которые соответствуют вашим знаниям вашему профилю проекты есть но давайте их отсортируем по latest то есть те которые были опубликованы вот недавно 6 минут назад три-четыре часа назад чем ранее опубликован проект тем лучше проекты есть и чисто выберем какой-то проект вот здесь есть opportunity за 246 долларов там что-то надо сделать давайте посмотрим сначала знакомимся с проектом что переходим на стройничку проекта смотрим описание перед тем как идти в сайт пропозал пожалуйста прочтите о чем вообще проект соответствует ли он вашим навыкам можете ли вы его выполнить пусть вас не пугает вот здесь жирным выделено experience level эксперт но чтобы опыт у вас был просто эксперта часто заказчики это выбирают но это не значит что все вы должны быть гуру дела если все соответствует вашим знаниям можно нажимать цент пропозал и теперь составлять само предложение в этом видео я не буду рассказывать о том как и что писать посмотрите у меня записано отдельное видео там как грамотно составлять эту заявку пожалуйста не поленитесь сядьте не используйте шаблоны а прописывайте под каждый проект здесь я просто напишу хай чисто посмотрю что же он хочет и профессионалы в этом фейсбук от хорошо следующий блок это интервью question этот блок не всегда присутствует я бы сказала чаще он отсутствует чем присутствует но в данном случае заказчик выбрал его платформа people for our предлагает заказчикам возможность задавать дополнительные вопросы и эти вопросы вот как раз такого плана если у вас какой-то опыт в похожей индустрии если у вас опыт с каким-то чем-то и так далее и этот заказчик конкретно спрашивает даже можете ли вы предоставить ваши проекты над которыми вы работали схожи к тому проекту что я опубликую и конечно же если вы хотите чтобы вашу заявку приняли на эти вопросы надо ответить я сейчас ничего этого делать не буду на вам вопроса показываю сам принцип переходим ниже попал за брайк down это как раз то поле где вы отправляете конкретно заявку айтем что вы делаете и amount сумму за которую вы это делаете я как правило просто копирую то что уже заказчик там писал что ему надо и вставляю вот в это поле но как видите этого поля есть лимит символов поэтому мы оставим только самые ключевые слова и amount это та цена за которую вы готовы выполнить проект и теперь внимательно потому что как раз вот на этом этапе много вопросов возникает у вас мои дорогие зрители мы видим что заказчик уже установил цену которую готов заплатить эту работу fixed price она допустим там сто восемьдесят девять паундов но к примеру вы хотите чтобы вашу заявку точно выбрали и вы готовы выполнить работу из-за ниже стоимость мол увеличить свои шансы выбора вас как исполнителя но смотрите когда я пишу к примеру в данном случае 100 паундов платформа жалуется amount is low что значит что сумма низкая и предлагает чтобы я оставляла хотя бы около 190 фунтов стерлингов за такую работу ну давайте к примеру я нажала стенд проигнорировала платформа недовольна оставлять мне красное сообщение теперь о том что вы шерки перфер давайте по справедливости чтобы ваша сумма была хотя бы 170 . 1 и к примеру я окей пишу эту стоимость и давайте в данном случае я так он писал 189 до хотя бы 170 платформа желает я напишу 170 но платформа еще будет жаловаться сейчас расскажу давайте перейдем пока к депозиту потому что вы тоже спрашивали депозит это не значит что вы эти деньги сразу увидите и даже сегодня выполните работу все это депозит вы его получили вы его не отдаете депозит это скорее для платформы что вот заказчик серьезен что он уже нам оплатил какую-то часть но в эти деньги не получаете но тем не менее вы должны указать и в данном случае платформа советуют как минимум 30 паундов 30 процентов от суммы в вашей оферты я как правило оставляю 85 пишу 85 я говорю 80 и как правило оставляю 50 процентов потому что это та сумма тот тот процент который чаще всего встречается в таких отношений заказчик и исполнитель если мы говорим о рынке сша депозит 50 процентов считается fair справедливым окей нажимаем опять цент и смотрим снова платформа жалуется а в этот раз посмотрите очень интересный момент вроде написано да что 170 вы написали 170 но эта машина и машина рассчитала что должно быть хотя бы 170.1 а ваши 170 это ниже чем но ниже на 10 центов поэтому вы должны исправить вашу цену я напишу к примеру там 171 просто такая сумма будет и теперь давайте конкретнее разберем первое окошко 171 и второе окошко 171 это цена за которую вы работаете для заказчика но на деле you earn третье поле это то что вы получаете это уже сумма с вычетом комиссии платформы она как посредник занимает свои деньги за то что свела вас и без депозита вы отправить ничего не сможете теперь когда увеличилась сумма вашего заказа увеличивается и депозит как минимум 30 процентов давайте возьмем просто ту сумму напишем там 52 но я советую 500 процентов это держать все вы отправили свою заявку и ждете сколько ждать в принципе в течение одного-двух дней вам должна ответить моем случае ответили раньше давайте пока вот я получаю сообщение здесь на тот проект который я оставила чуть-чуть ранее сегодня и на него уже получила ответ как видите когда вы получаете ответ вы сразу видите зеленый цвет как все одобрение accepted видим сумму которую в этом отправили что на accepted есть детали айди заказа и если вы пролистаете ниже вы увидите что какой-то клиент уже оставил депозит сумме которую вы запросили снова таки в эти деньги не видите просто это говорит о том что платформа их получила и справа в work stream feed вы видите вот что вы отправили и за какую сумму и когда тут даты выставлены теперь когда вы получили одобрение мой вам совет если у вас возникают какие-то вопросы неясности вам что надо от клиента задавайте вопрос уточняйте вот в этом поле чата надо всегда быть как можно более четким что-то неизвестно узнали разъяснили и тогда и работа будет выполнена намного лучше и обе стороны останутся довольны когда же вы выполнили свой проект а вы его надеюсь выполнили успешно спросили все вопросы на которые не знали ответов по проекту и что же теперь делать так просто автоматически вы не получаете деньги у заказчика нет такой кнопки что все я оплачиваю сразу фрилансеру вы должны воспользоваться вот кнопочкой race invoice так немножечко странно это все да звучит но так работает эта платформа когда вы нажимаете racing voice у вас появляется поле new invoice вы можете выбрать или fixed amount то есть у вас уже есть какая-то определенная сумма в данном случае там 50 долларов или ау если вы работали почасово но в моем случае это fixed amount description это тоже что вы писали раньше в вашем проползу когда отправляли или можете как-то переименовать это буквально несколько слов по четко по теме ключевики что вы делали пишем что вы сделали и теперь смотрите там где amount я не могу ничего написать вот здесь немножечко странно да вместо последней колонки надо писать в fixed cost вашу стоимость в данном случае я пишу 50 потому что мы с заказчиком оговаривали 50 долларов но если вы выполняли какие-то дополнительные правки и заказчик согласен вам их оплатить вы это уже обсудили в вашем чате тогда здесь вы можете написать сумму выше допустим вместо 50 вы теперь будете взимать 70 долларов но а говорите это заказчик этот заказчиком наперед чтобы для него ваша сумма не была сюрпризом неприятным и когда тут принципе все понятно вы написали ваш кост больше ничего заполнять не надо отправляем сэнд и когда вы успешно отправили ваша инвойс вы можете видеть следующие изменения с правой колонки у вас появляется on paid что-то значит что заказчик еще не платил всю сумму ему остается платить в данном случае 12 долларов 50 центов пусть вас эта сумма не пугает это не значит что то то что вы получаете это та разница который который которую заказчик должен оплатить платформе и вы можете также скачать download invoice скачать invoice если мы с вами говорили в другом моем видео если вам надо отчитываться в налоговую службу вы можете подтвердить вот этими войсами откуда поступают суммы и давайте посмотрим там где more можно запросить депозит еще дополнительный но снова таки вы его не видите я никогда тоже этой функции не пользовалась или же река с аропой это если вы работали на постоянной основе и допустим там раз в неделю вам оплачивает вашу работу тогда вы можете воспользоваться той кнопкой но снова таки это очень редко такая опция нужна переходим дальше пока мы ждем оплату этого кассэма посмотрим я получила сообщение и на мое крайнее удивление я получаю ответ от заказчика при том что я как видите ничего не сделала я не ответила на его вопросы я не написала никакое сообщение ему просто хай когда вам записывала это видео и тем не менее он не отвечает и заметьте какой вопрос do you have examples of some results есть ли у вас примеры работы потому что заказчику важно не то что вы там там десять лет с опытом да а конкретно что вы сделали за этот период поэтому когда вы отправляете заявки желательно прикреплять ваше портфолио прикреплять схожие проекты ссылки и тогда заказчики скорее всего и захотят с вами работать но здесь мы так его просто проигнорируем на данный момент вернемся к нашему кассэму а кассэм за то время оплатил инвойс и мы можем видеть снова такие зеленый цвет пейт значит оплачена и вот эта сумма которую мы запрашивали 50 долларов она уже им оплачена важный момент на котором я акцентирую внимание что когда все работа закончена у вас есть возможность оставить отзывы заказчики не только заказчик оставляют отзыв о вас как фрилансере но и вы оставляете и вот это обоюдное обоем обоюдный метод оценивания важно потому что влияет на вашу репутацию и на репутацию заказчика если все хорошо там выбираем 5 звездочек 4 звездочки расписываем и ниже видим что она там в данном случае 50 долларов вот эти деньги уже вами заработаны и вы можете получить к ним доступ в вашем аккаунте видите инвойс пейт то есть инвойс оплачен теперь перейдем посмотрим в меню есть сразу видим таймин посмотрим как же эти деньги выводить кровно заработанные мы видим что в пеймент есть подменю май мани это где ваши деньги заработанные и доступны вы нажимаете и видите таблицу моем случае все в долларах сша хранится и вообще у меня настроена что доллар сша это основная валюта вы можете или вы за джоу fans как есть или конверт fans конвертировать валюту в ту в которой вы хотите получить оплату в той валюте которую вас банковский счет к примеру если мы нажимаем вы за джоу fans в данном случае мы увидим те варианты которые вы уже добавили как пеймент месяц ранее и моем случае это только пейпал но вы также можете добавить и банковский аккаунт к примеру пишем там какую сумму вы хотите и у вас вы шоу вы запрашиваете отправляете запрос и деньги к вам поступают если это пейпал буквально в течение суток двое есть это банк зависит от банка может эти день может эти пять дней но я советую вам после каждого заказа не запрашивать вы сделал а ждать пока наберется круглая сумма потому что за каждую транзакцию взимаются дополнительной комиссии банками зачем она вам следующий момент хочу вернуться допустим вы заказчиком переговорили и видите вот он оплатил инвойсе замечательно но задает мне дополнительные вопросы что я делаю я на эти вопросы отвечаю как видите на там пишу но я не мать тереза я это делаю не бесплатно я помогаю ему и теперь я вижу что вот у заказчика есть дополнительный запрос и я могу отправить new proposal нажимаем вот эту кнопочку я предупредила в сообщении заказчик о том что будет extra charge дополнительная оплата и видите new proposal очень похож на то же поле на которое мы заполняли когда отправляли заявку изначально в альтен кратенько пишем буквально парочку слов что мы делаем там что надо заказчику amount это та цена за которым готовы это выполнить смотрите так как это очень маленькая работа то буквально на пару минут я пишу там 15 долларов и теперь как вы видите депозит сразу автоматически ставится 15 долларов потому что не может быть депозит меньше это уже минимальная сумма который здесь на сайте можно запросить 15 долларов и тогда без никаких проблем вы отправляете этот инвойс и теперь вы видите что справа в колонке появляется new proposal pending ожидается теперь действие заказчика мы также можем видеть что у него скорее всего это поле было уже открыто потому что есть сообщение sin sin это значит увидено увидено заказчиком он уже увидел ваше сообщение и когда вы отправили там ждем зависимости даже насколько быстро реагирует заказчик и теперь смотрим accepted снова такие зеленый цвет ваше предложение одобрено если кстати она не одобрена вы увидите красный цвет чего я вам не желаю в принципе тоже интуитивно я думаю вы уже поняли объяснять снова не надо вот эти сообщения про фрилансер протекшн можете просто игнорировать они не важны про депозит вы увидели зеленая галочка все замечательно и собственно и все теперь я думаю у вас не должно возникнуть никаких дополнительных вопросов и также чтобы получить эти деньги вашего эксепплит попозу когда вы выполнили работу снова пишите те же там слова какие-то что вы сделали буквально пару-тройку слов fixed cost если ничего дополнительного не произошло ту же сумму которую вы запрашивали ранее и отправляем и ждем оплату здесь уже я думаю ничего неожиданного для вас не будет пусть вас не смущает эти нолики нолик это значит что уже вся сумма которую вы запрашивали уже есть у сайта заказчика и уже оплатил и ему ничего не надо будет дополнительно оплачивать просто согласиться на ваш запрос денег надеюсь теперь сайт вам понятен так что побольше вам зеленого цвета дорогие мои зрители подписчики теперь после того как мы все увидели надеюсь стало ясно что платформа не такая уж страшная все относительно просто и если еще и остались какие-то вопросы оставляйте в комментариях я на них отвечу а так думаю вы готовы к выполнению ваших заказов спасибо за просмотр если видео было полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео такого прикладного характера и до новых встреч успехов вам